Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Добрый день. Хочу с вами сегодня обсудить важную вещь про успех. Мы же все здесь собираемся так или иначе для того, чтобы узнать, как же стать успешным. Нас всех интересует успех. Ну, во всяком случае, большинство людей. Я вам сейчас дам короткую, ясную формулу, как добиться успеха. В любой сфере жизни. Практически в любой. Ну, поскольку на этом сайте мы разговариваем о сетевом бизнесе, то, конечно, прежде всего, как стать успешным в сетевом маркетинге. Три простые вещи. Три. Три закона. Три части. Три составляющие успеха. Три кита. Три фундамента. Три основные и главные вещи. Первое, второе и третье. Первое. Это знание. Чтобы добиться успеха в сетевом бизнесе, как и в любой сфере жизни, нужно знать. Что нужно знать? Три простые и ясные вещи. Знать, что это такое. Что это за тема? Что за бизнес? Что? О чем речь? Потому что, если вы не знаете, что существует сетевой маркетинг, то не о чем разговаривать. Вам нужно узнать. Причем не поверхностно, а основательно. Что это за тема? Что за бизнес? Как он работает? Это уже второй вопрос. Итак, первое. Что есть за бизнес такой, сетевой бизнес? Второе. А как он правильно работает? Как он устроен? Что нужно делать, чтобы добиться успеха? И третий вопрос в разделе «Знать». Почему я должен заняться именно этим бизнесом? Почему я лично, я, вы, каждый из вас, должны связать свою жизнь с этой индустрией, с этим особенным, к специфическим видам бизнеса? Итак, успех стоит на трех китах. Я назвал один из них. Знание. Знать. Знать надо, что, что за бизнес, как он устроен, как он работает и почему я должен заняться. Если у вас будут ясные, подробные, основательные ответы и в глубине души своей, в мозгах и в сердце, вы поймете, что ответы на все три эти вопроса, что это за тема, как она работает и почему я должен мне заняться. Если эти ответы в вашей голове стучат, да, это то, что надо, то, что я хочу, то, что я могу, то, что мне требуется, то тогда, конечно, тогда, конечно, тогда вопрос решен. вы сможете добиться успеха. Если узнаете два остальных, два остальных кита, на которых строится успех. Но сначала поговорим о том, как знать. Сейчас я вам покажу прямо на экране. Вот смотрите. Вот он успех. Я тут для вас нарисовал прямо на компьютере. А вот оно. Первое. Знать, что, как и почему. и два пункта, которые остались пока еще вам неведомыми. Возможно. А возможно, вы знаете. Поговорим о первом. О том, знать. Прежде всего, что надо знать. Большинство людей думает, что они знают про сетевой маркетинг. А на самом деле нет. Потому что, если бы они знали, то они обязательно бы им занимались. Они думают, что это бегать, продавать. Они думают, что это болтаться по улицам с авоськой и рассказывать первому встречному навязчиво о том, какие у вас замечательные губные помадки или еще какая-нибудь ерунда. Или это много вкладывать денег. Или это незаконная какая-то финансовая деятельность. Или еще что-то. Большинство людей думают, что это именно так. На самом деле, сетевой маркетинг это самое лучшее, что может быть для любого человека, который сегодня на этой планете пытается преуспеть. Других вариантов, которые подходили бы огромному количеству людей, нет. Недавно мне мой партнер прислал письмо в скайпе, в котором пишет, что вот, какой у нас классный бизнес. Посмотрите мне, что пишет мой новичок. И там парень, новичок, вот такой текст в скайпе пишет о том, что вот он шахтер, что он рискуя жизнью, каждый день спускается в шахту, что он идет по проторенному пути однажды родителями, и что там, в шахте, он все время рискует жизнью, что он все время рискует взорваться, что он все время рискует подпасть под обвал, что он все время рискует столкнуться с газом каким-то, задохнуться, захлебнуться, что его все время дрючат по поводу и без повода, что ему задерживают зарплату, что он теряет там здоровье, что он может там стать инвалидом и так далее, и так далее, как его окружает, все окружение, что он не доживет до этой пенсии, что ему это не нравится. И путь один, говорит он, вот в этот бизнес, там где свобода, где ты сам для себя решаешь, когда тебе работать, сколько тебе работать, ты строишь сеть, ты двигаешь товар по сети, ты зарабатываешь деньги, помогаешь людям, строишь хорошее благородное дело, ты свободен, у тебя есть пассивный доход. В чем суть сетевого бизнеса? Любой человек с образованием и без, с деньгами и без, в возрасте, когда можно заниматься бизнесом, считается традиционно, и когда уже кажется нельзя или еще нельзя, не имеет значения. Любой человек, у которого здесь есть мозги, если он разберется, что такое сетевой бизнес, увидит, что это идеальная система, во-первых, продвижения товара от человека к человеку, а во-вторых, идеальная система для зарабатывания денег, обеспечивающая свободу во всех смыслах. Там есть, конечно, свои подводные камни и минусы какие-то, как всегда, но самое главное это то, что любой человек может преуспеть и стать миллионером, богатым, успешным, свободным и независимым. Суть. Компания, продающая хороший продукт по сетевому принципу, и любой человек в любой стране, который заключает с этой компанией договор, как правило, в электронном виде, получает свой собственный сайт, продукты, товары, которые распространяет компания, его не касаются, он не должен думать, где их взять, где их складировать, как их доставлять, это все делает компания за него. Он всего лишь навсего закупает себе небольшую партию оптом и продвигает эти товары. часть он продвигает, мизерную часть он продвигает в розницу своему окружению, давая попробовать людям. А главное, он продвигает товар, выстраивая свою сеть. Сеть из кого? Из таких же людей, как он, которые что делают? Сами пользуются этим товаром, потому что он хороший, полезный, нужный, необходимый, он нравится людям, это первое условие важное. Второе, он помаленечку продает этот товар в розницу тем людям, друзьям, знакомым, известным ему людям, которым он дает его попробовать, которым он рассказывает, живя в повседневной жизни, сталкиваясь непосредственно с людьми на улице, где бы это ни было. И третье, что он делает, он набирает людей в этот бизнес, которые начинают повторять то же самое, что и он. Но вся фишка состоит в том, что компания следит, сколько его люди продвигают товары и сколько они набирают людей. И со всех последующих поколений вниз, с геометрической прогрессией расширяющаяся организация, с ее оборота, компания выплачивает тебе растущий в размерах чек. И наступит время, когда ты уже можешь выстроить сеть, отойти от дел и получать чек. Вот примерно такая схема. Что может быть лучше? Не знаю. Сегодня у меня подписался парень из Чехии, и мы с ним разговаривали в скайпе, и он мне говорит, я подписался, потому что я устал. У меня своя компания, она требует непрестанного, повседневного, каждодневного моего участия. Стоит мне немножко отвлечься, дела сразу идут вниз. И все время требуется инвестиций, и все время требуется держать руку на пульте, и все время на пульсе, и все время требуется мое участие. Я не могу, я не хочу, я устал, я больше так не желаю. Я хочу иметь пассивный доход. Я вижу, как вы это делаете. Я посмотрел на блоги, и я хочу то же самое. Итак, если вы знаете, что я рассказываю, это без деталей, для тех людей, которые уже понимают суть дела, я обращаюсь к сетевикам, я просто расставляю акценты. вот, если вы знаете, что есть такой бизнес, то все, для успеха вам нужно теперь узнать, а как он устроен. Как он устроен. И вот здесь я хочу сказать самое главное. Самое основное. Главное всегда должно оставаться главным. Цель всегда должна быть впереди. Все усилия должны быть сфокусированы на главном, на цели. Какая цель? Если вы пришли в сетевой бизнес, то ваша цель добиться максимальных результатов, добиться максимального успеха, добиться такого положения, чтобы вы имели пассивный доход, чек растущий, без вашего личного участия. Правильно я говорю? Значит, для этого надо построить сеть. Чтобы построить сеть, нужно делать те действия, которые ведут к построению сети. Большинство людей, к сожалению, или не понимают это и занимаются чем угодно, только не построением сети. Бегают в розницу, продают. Надо ли в розницу продавать? Конечно надо. Надо ли изучать продукт? Конечно надо. Надо ли учиться? Конечно надо. Надо ли еще что-то делать? Конечно надо. Карандаши точить надо для бизнеса? Ну, наверное, надо. Но разве это второе степенное дело? Нет. Самое главное это набирать новых людей. Подписывать новых партнеров. Подписывать, искать и подписывать новых дистрибьютор. Вот главное дело. Значит все усилия должны быть сосредоточены на главном. Если вы знаете как строится бизнес, если вы главное держите на главном месте, если каждый рабочий день вы поднимаетесь для того, чтобы подписать новых людей, то тогда рано или поздно вы придете к успеху. Если вы встаете и начинаете бегать с продуктом по улицам, пытаясь продать, чтобы заработать 10 или 15 долларов и купить себе хлеба, то может быть вы в таком режиме и проживете какое-то время, но вы не сделаете главное. Был такой человек в старые времена в Америке. Его звали Чарльз Шваб. Он был очень богатый, успешный, молодой парень. У него целая интересная история. Я расскажу позже. Я, возможно, уже где-то здесь рассказывал по нему. Он однажды, он очень богатый, рано ушел от дел, он был когда-то клерком, а потом просто обыкновенным, а потом продвинулся за счет своих колоссальных способностей, продвинулся до руководителя огромных сталелитейных предприятий в Америке, стал богатым миллионером и все такое прочее. Он был очень хорошим управленцем, он давал консультации, он приходил в компанию, говорит, у вас, наверное, проблемы с управлением, и у вас плохой оборот, и у вас проблемы с продажами и так далее, я научу ваших менеджеров, дайте мне месяц, и если вы посчитаете нужным заплатить мне какие-то деньги, вы мне заплатите, это я из принципа просто. Хочу поделиться своим опытом. И он собирал менеджеров и говорил, вы каждый день делаете какую-то работу, да, вы каждый день планируете какие-то свои действия на день, да, у вас есть какие-то главные цели, да, давайте договоримся, вот вы в течение этого месяца каждый рабочий день вы будете начинать и делать только то, что ведет вас главные цели. Какая у вас главная цель? Увеличить объем продаж, допустим. Значит, первое, что вы должны делать, вы должны продавать с утра до ночи. А надо ли карандаши точить, а надо ли писать, а надо ли накладные какие-то заполнять, а надо ли еще что-то делать. Множество разных дел. Все отложите на потом, тогда, когда вы выполните главную работу. если вы будете делать самое главное, самое главное, то вы обязательно преуспеете. Через месяц под его контролем люди, работая каждый день, начиная и заканчивая свой день только главными делами и выполняя лишь самые неотложные, без которых нельзя, резко увеличили объем продаж, потому что они делали главное дело, потому что в суматохе, в потоке, в повседневности, в бытовухе, вот в этой суете люди упускают из виду главное. Не фокусируясь на главное, они и работают, а результатов нет. Сетевой бизнес особо подвержен этой проблеме, потому что большинство людей сидит дома, работает из дома, бесконтрольно, не имеет опыта, не имеет самодисциплины и самое главное, не знает, как устроен этот бизнес. У него нет точного знания. А как это означает набирать новых людей. Как их набирать, тоже другой вопрос. Но если вы знаете как, тогда вы будете прилагать туда усилия. И третье, на чем стоит, на чем зиждется первый принцип, знать. И третье, это почему? Третье, это почему? Почему вы должны заняться этим бизнесом? Если вы точно будете знать почему, если вы будете это держать для себя, если это будет вашей внутренней мотивацией, если вы поймете, что вы предрасположены к этому бизнесу, если вы поймете, что у вас такие цели в жизни, что только сетевой бизнес, только вот эта сетевая компания поможет вам в ближайшие два года стать миллионером, или в три, или в четыре, или в пять, или только этот бизнес дать вам возможность получать остаточный доход без вашего участия, иметь пассивный доход, не участвовать в бизнесе, или участвовать в бизнесе путешествуя, или еще по какой-то причине, то тогда, конечно, это знание позволит вам быстро добиться успеха. Итак, успех сниждется, в принципе, там много чего надо, но в принципе, если вы будете знать, три главных кита. Первый, это знание, знать, знать, что это за бизнес, точно знать, как он устроен, второе, как в нем добиться успеха, что надо делать, набирать ног людей, и третье, почему этот бизнес ваш, почему вы здесь должны быть, и почему вы здесь преуспеете, вот тогда вы будете героем быстро. Но если вы не знаете основ, если вы работаете, типа, ну все работают, и я работаю, все подписались, и я подписался, ну там как-нибудь, у вас должно быть глубокое, фундаментальное знание, у вас должен быть скелет, на котором вы будете выстраивать, свой успех. Итак, глянем на схему, простую. Итак, успех, ваш успех построен на трех китах. Первое, это знание, знание, что, что это за бизнес, почему он такой интересный для вас, почему им вам надо заняться, что это такое, второе, как он устроен, и что нужно делать, чтобы преуспеть, как вам надо работать, и третье, почему этот бизнес, именно для вас, почему именно вы должны им заняться, и почему есть основания, что именно вы разбогатеете. Какие еще два главных, главных основания, камня, фундаменте, два из трех, которые обозначены здесь вопросом, на ваш взгляд, надо бы поставить вот здесь. Знание, и еще два. Если знаете, напишите мне. Желаю вам удачи. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,